Баня номер 2 Баня номер 3 Мы писали на имя прокурора области, главы Смоленской области и Алашеева, на имя Алашеева. Как Алашеев пригласил нас на 12 февраля, мы к нему пришли, доложили свое видение этой проблемы. Он сказал, что я ничего не знаю. Ничего не знаю. Через него все делается, и он ничего не знает, что будет твориться. Официально сотрудникам объявили, что в здании планируется ремонт. Но они в недоумении, ведь косметический ремонт проводится каждый год, а других проблем со зданием и коммуникациями у Бани нет. Пришло распоряжение, что сокращение штата войдет. И все пришлось подписать, то бишь два месяца отрабатываем, и все. Баня под липками – одно из самых любимых мест смоленских банщиков. Такое ласковое название у смолян бани получила за то, что вокруг нее росло много лип. Она самая маленькая по сравнению с другими банями, расположена почти в центре города. Помимо хорошего пара, здесь очень мягкая вода. По отзывам завсегдатые в заведения, альтернативы этой бани в центре Смоленска нет. Это была лучшая баня в городе. Так оно и было, потому что нигде такой мягкой воды не было, нигде такой хорошей парилки не было. И здесь всегда была огромная очередь, и занимали, я сам в этом участвовал, 4-5 часов утра, занимали очередь. Как пояснили наши редакции в администрации бана прачечного хозяйства, к которому и принадлежит баня, совет директоров решил его продать. Так как она убыточна и совершенно не популярна у смолян. Более того, мыться в ней опасно для жизни. Состояние бани очень плохое, техническое состояние. Если говорить о стенах, то там до 100% износа. Очередь там не бывает. Загрузка 30%. При работе в одну смену. Главное продать, да. Интересно, что посетители баню нерентабельные, не считают, ходят сюда регулярно, даже приезжают из других районов. Сами сотрудники утверждают, что заведения практически ежедневно посещают около 100 человек. Даже бывают очереди. Здесь и попариться, и здоровье, как говорится, поправить можно. Поэтому баня, я считаю, в нашем районе нужна. И ни в коем случае ее не нужно снасть. Тоже ходим сюда. Баня очень нам нравится. Так что не хотим, чтобы вы закреплены. Баня старейшая в Смоленске. Имеет такое ласковое название подлипками. Любима всеми смолянами. И не только из ближайших районов, но и из других районов. Ездит именно в эту баню за неповторимыми парами, неповторимой атмосферой. И администрация, если позволяет сносить баню, такую уютную баню, в которой уже существует традиция, и просто клуб какой-то посещения. Вдруг решили снести, решить людей такой радости, радости. Для некоторых единственная радость осталась – идти в парилку, попариться. По неподтвержденной пока информации выяснилось, что уже существуют документы с подписями и печатями. Подтверждающие факт продажи здания. Сотрудники бани утверждают, что какие-то люди, видимо, будущие хозяева, неоднократно приезжали осматривать территорию. Скорее всего, на месте бани подлипками появится аналогичное заведение премиум-класса.